Девушки отдыхают Здравствуйте! Доброе утро! Этот день начинаем с вами мы, Рустем Каримулин. И Ассоль Мухамедьянова. Мы рады приветствовать вас на телеканале «Новый век» и приглашаем это утро провести с пользой и информативно. Мы поговорим о здоровье детей, их воспитании и досуге, затронем экологические темы, встретимся с удивительными людьми. И все это в ближайшие 45 минут. Сегодня 3 апреля, вторник, и мы начинаем. День больших перемен. Как не сломаться под ударами судьбы? И счастливые люди. Анна Солнечная создает удивительно теплые работы. Без рецепта. Свободу детскому кишечнику. Советы педиатров по поводу деликатной проблемы. Всем людям время от времени нужны серьезные перемены. А иногда с решительного шага начинается совершенно новая жизнь. Иногда сама судьба вносит корректировки и поворачивает нашу жизнь кардинально. Главное не унывать и не поддаваться панике. Находить в любых жизненных ситуациях повод для позитива. История героя нашего первого сюжета именно об этом. Райхан Халитов. Парень с горящими глазами, красным дипломом университета Кагасу и мечтами посмотреть весь мир. Они почти сбылись. Он посетил 6 стран автостопом, год жил во Вьетнаме. Путешествие продолжилось в Индии. А затем в его жизни случилась катастрофа. Больница, 3 недели кома и полная неизвестность впереди. Я счастливый. Я остался тем же самым собой, которым я был раньше. Единственное, некоторые неудобства в плане неработающей руки. Друзья и знакомые, и незнакомые, причем самое прикольное, приезжают, такие типа удивляются. Ой, слушай, с тобой такое случилось, а ты, ну, ты все сидишь, улыбаешься, как будто ничего не было. Игорь, а смысл мне засидеть ныть-то? Толку? Мама просто в шоке была, что ей на карту начали капать деньги со всего мира просто. Не просто с России, с Казани, с родственников, а со всего мира, там, друзья, там, из Америки, из Азии, из Вьетнама, там, в Японии. Сейчас его правая рука практически не работает, но в жизни ничего не изменилось. Добавилась лишь безмерная благодарность тем, кто в тяжелый период был рядом. Все временно. Таков его девиз и татуировка на руке. Я каждый раз старался выбирать не просто, ну, котиков и, я не знаю, рыбок, а, ну, что-то, что ассоциируется у меня с этой страной. Наш герой открыт к общению, ведет свой тревел-блог, который можно найти по хэштегу в социальных сетях «Чо как там». Любит монтировать видео, пишет песни, встречается с друзьями, играет на гитаре, если кто-то рядом ее держит. Преподает английский, во всем ищет плюсы и радуется каждому новому дню. Продолжаем нашу программу. Национальный музей Республики Татарстан объявил и проводит традиционные дни дарений. Об особенностях дней дарений в этом году поговорим с Гульчачак Рахимзиановной Назиповой, генеральным директором Национального музея Республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. А скажите, пожалуйста, эта благотворительная акция проводится с 1997 года. А за 20 лишним лет наверняка коллекция пополнялась. И вот что вам на память приходит? Даров очень много. И мы очень благодарны жителям Казани, гостям Казани, которые приносят в музеи вещи свои. Уникальные вещи. Уникальные вещи. У нас экспертно-фондово-закупочная комиссия определяет ценность этого предмета, но некоторые предметы изначально мы понимаем, что они очень ценные. И, конечно же, за историю вот этой акции очень много подарков мы получили. Но надо сказать, вообще национальный музей, как и многие музеи, возник, собственно, на основе благотворительности. Андрей Федорович Лихачев, вы, наверное, знаете, это известный казанский коллекционер. 40 тысяч единиц хранения после его смерти. Его брат Иван Федорович Лихачев, вице-адмирал российского флота, подарил городу как раз в дни, когда в городе создавался музей. Для сравнения, во время создания Пермского музея в те же годы, в 1890 году у них в Пермский музей создан был, поступило около 6 тысяч единиц хранения. Это был один из крупнейших музеев. А наш, сами понимаете, сразу 40 тысяч. И это не случайно, потому что у нас Казанский императорский университет, огромный пласт научной и интеллектуальной мысли. И, конечно же, тяга ко всему европейскому. А музеи – это европейская цивилизация. Это европейская культура. И, конечно, и сейчас эти традиции продолжаются. И ученые Казанского университета тоже, в том числе, продолжают пополнять наши коллекции музейные. И, надо сказать, вот в дни дарения Наталья Анатольевна Федорова принесла очень интересный комплекс предметов, связанных с деятельностью ее бабушки Евдокии Андреевны, которая в годы войны работала в одном из Ивакогоспиталей города Казани. И очень интересный материал этот, потому что там дается внутреннее убранство, как вот эти палаты выглядели, эти раненые. То есть сохранилось это все, да? Конечно. А ведь госпитали Казани более 300 тысяч бойцов вернули на фронт. Это же вот как бы практически целые армии. И, конечно же, очень большая интересная история вот этих Ивакогоспиталей. И мы вот это все будем, конечно, представлять прежде всего на Виртуальном музее Великой Отечественной войны. Вы, наверное, знаете, это от фронту.ру. У нас работает очень интересный сайт республиканский. Мы его поддерживаем. И, конечно, такие материалы будут там сразу размещаться. Это большая ценность для нас. А вот в этом году отмечается юбилей Толстого. Ждете ли вы что-либо к этой дате? Мы ждать иногда не приходится таких вещей, поэтому сами работаем. И вот благодаря нашему директору музея, филиала нашего музея Ленина Татьяне Ивановне Басовой, она проводит работу по поиску вещей, связанных с именем Ленина, Веретенниковых, то есть со всей Казанской губернией связанных, родственников таких великих людей. Так вот, и она случайно узнала, что есть такие жители в Москве, у которых есть личные вещи, связанные с Толстым. И вот к нам поступил графин второй половины XIX века из семьи Чертковых. Вы, наверное, знаете, это издатель, друг Толстого. Владимир Григорьевич очень много вместе провел с Толстым. Был его единомышленником, сторонником Толстовства. Конечно, все это очень интересно, и графин имеет такую вот легенду. Иногда мы основываемся, конечно, на легендах. Но, судя по всему, эта легенда достоверная. Удивительно, что сохраняются такие личные вещи. Они хранятся как семейные реликвии и передаются из поколения в поколение. Это очень важно, чтобы понимали дети, как важные вещи. Да, конечно. А в каких музеях и филиалах проводится эта акция? Практически во всех. У нас в Национальном музее 12 филиалов. Даже те, которые сейчас закрыты на ремонт, и вот скоро мы их будем представлять, они тоже проводят дни дарения. Особенно интересно дарения, которые сейчас в пожертвования поступили в музей Тукая. Мы создаем экспозицию сейчас очень энергично, и, конечно, очень целые коллекции поступают сейчас. Мы со всей его населения объявили клич, собираем... Кстати, вот у вас есть в вашей библиотеке книги Тукая? Можете к нам принести? Вы знаете, есть, да. Можно принести. Можно принести. Мы везде делаем табличку, что это из личной библиотеки такой-то семьи. Это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, по итогам дней дарения будет ли проводиться какая-то экспозиция? Отдельное выставление. Дело в том, что наиболее ценные, яркие предметы мы уже выставили. То есть вот 1 апреля акция началась, и подведение итогов акции будет 5 апреля. Кстати, вас приглашаю. Это день рождения музея, и мы проводим парад экспонатов, парад этих даров. Лучшие, наиболее интересные дары мы заносим в книгу дарителей. Почетная книга дарителей. Она и до революции была, 1917 года. Потом мы ее восстановили. Сейчас она у нас снова работает. И мы, конечно же, наиболее выдающимся меценатам, которые многие годы оказывают нам всяческую поддержку, дарят из раза в раз подарки для фондов нашего музея, мы им вручаем. У нас есть знак «Меценат музея», такой интересный значок. Это замечательно. Спасибо вам большое. Мы, конечно же, призываем наших телезрителей войти в историю Национального музея Республики Татарстан. Если у вас есть что подарить музею, приходите, пожалуйста, с 1 по 5, уже какое сегодня, уже 3 число, да? Но мне кажется, вы не ограничите с этими датами. Да, мы можно в течение года приносить. Мы, конечно же, с наступающим днем рождения. Поздравляем Национальный музей и спасибо, что пришли к нам и порадовали нас. Спасибо. Да, доброго вам утра. Мы продолжаем. Мы желаем вам доброго утра. И сейчас традиционное время гороскопа в нашей программе. Овны, сегодня благоприятный день для небольших дел. Можно попробовать что-то начать с чистого листа. Возрастут симпатии со стороны ваших собеседников. Вы будете чаще получать комплименты. Постарайтесь по максимуму проявить свою доброжелательность. Ну, конечно, доброжелательному человеку всегда и люди тянутся. Да, обычно так. Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут сельцам спокойно усидеть на месте. Что бы сегодня ни случилось, не выдавайте собственных эмоций окружающим. Вы настойчиво пытаетесь вернуться в прошлое, не замечая прекрасное в своем настоящем. Ничего хорошего в прошлом нет. Абсолютно. Когда идешь же прямо, смотришь, не назад. Конечно. Хотя есть разные люди. Близнецы. Гороскоп не обещает помех в жизни, поэтому переживать раньше времени не стоит. Возможно, серьезный разговор с другом, поэтому будьте объективны и сдержаны. В любви и близнецов сплошная путаница. Так в мыслях, так и в чувствах. Не суетитесь без причины. Хороший совет. Рак ожидает жесткая конкуренция на работе. А еще постарайтесь отвлечься от всего, что вам мешает мирно сосуществовать с людьми. Хороший день для выезда на природу, похода в гости, в кино и организации путешествия. Семейные мероприятия пройдут радостно и душевно. Да, хороший день для выезда на природу сегодня абсолютно. Можно побегать, поиграть в сугробах. Льву звезды советуют ко многим сложным вещам отнестись просто и ясно. Если вы нацелены на высокую карьеру, то следует учиться и не бояться рисковать. Главное, чтобы все было расписано до мелочей, как мысленно, так и на бумаге. К финансовым вопросам Льву следует отнестись максимально внимательно. Вот так. Да, дева решит достойными средствами вносить коррективы в свою жизнь. Даже если найдутся злопыхатели, завистники, не сворачивайтесь с намеченного пути. Любовная сфера устроится быстрее, чем казалось. Сделайте первый шаг к примирению. А сейчас советы родителям, которые очень внимательно следят за здоровьем детей. Обращайте внимание, как часто ваши дети ходят в туалет. Запоры могут быть симптомами серьезного заболевания. Вы стали замечать, что ваш ребенок часто стал ходить в туалет? Сидит там подолгу, а выходит вялым, натужным, жалуется на боли в животе? Вполне возможно, что это симптомы одного из самых распространенных детских заболеваний – запора. Обычно под запором понимают изменение частоты дефекации, то есть опорожнение кишечника. Также подразумевает нарушение, затруднение дефекации. Обычно дефекация должна происходить как минимум один раз в сутки. Если у ребенка нарушается опорожнение кишечника и запор длится более 24-32 часов, это уже запор. Если длительность запора превышает 10-10 суток, то необходимо говорить о том, что это уже хронический запор. Это состояние может сопровождаться болями в животе и его вздутием, недержанием и проявлением крови в стуле. Очень часто у детей проявляется слабость, вялость, раздражительность, плохое настроение, головная боль, быстрая утомляемость. Дети становятся невнимательными, отстают в учебе. Все это является следствием интоксикации, которая проявляется в 70% случаев. Запор может возникнуть из-за нарушения питания, может быть из-за недостатка физических упражнений, а также к запору могут привести различные заболевания кишечника, желудочно-кишечного тракта и прямой кишки. Чтобы не допустить подобных состояний у ребенка, необходимо следовать простым правилам. Сначала дайте ребенку внутричайную ложку касторового масла. Применить очистительную клизму с водой комнатной температуры. Для увеличения послабляющего действия добавить 1-2 чайные ложки глицерина на стакан воды. Хорошо использовать также вазелиновое масло. 1-2 чайные ложки детям до 3 лет и 2-3 ложки детям постарше. Только помните, что прибегать к слабительным средствам и очистительным клизмам при запорах разрешается только по рекомендации лечащего врача. Необходимо скорректировать питание вашего ребенка. Поите его молочными продуктами, кефиром, йогуртом, желательно с биоактивными веществами. При этом исключите творог, сыр и мясо. Очень важно пить побольше воды. Пусть ребенок есть побольше кабачков, свеклы, помидоров, огурцов, сельдерея, тыквы, моркови. А вот капусту и бобовые лучше не использовать. Хороши любые сочные фрукты, кроме вяжущих типа хурмы. Лучше их включить в мучное и жирное. А включить в рацион овсяные хлопья и отруби, различные каши. Также следите за тем, чтобы ваш ребенок чаще был на свежем воздухе, больше двигался и играл. Старайтесь занимать его внимание интересными занятиями. Если же вы заметили в стуле у ребенка кровь или у него непроизвольное выделение, существенное вздутие живота и снижение аппетита, то первым делом нужно обязательно обратиться к педиатру или детскому хирургу. Детский сон – это не только время для отдыха и накапливания энергии. Сон необходим ребенку прежде всего для того, чтобы постепенно упорядочить знания и представления о мире. Удивительно, но именно сон помогает ребенку усвоить новые знания и умение закрепить их, утверждают врачи-сомнологи. Есть абсолютно реальные случаи, когда увеличение суточной нормы сна на 1-2 часа оказывало положительное влияние на успеваемость ребенка в школе. Помните, как важен правильный и продолжительный сон для детей. И в доходчивой форме объясните им это. Мы расскажем вам про сон. Сон – это такая штука, она не настоящая. Когда дети засыпают, к ним приходит большой добрый великан с маленькой девочкой Сэйфи. И она выбирает для каждого детей сны. Для непослушных детей – такие сны, что они ночью орут. А для послушных детей выбирают роботов и пони. А я смотрю только те сны, которые я хочу, потому что Сэйфи читает мои мысли. Мы все стоим из разных мышц. Когда мы бегаем, прыгаем и играем, наши мышцы работают. А сон нужен для того, чтобы мы с ней отдохнули. Но мы спим только ночью, а медведь всю зиму, значит, у него крепкие мышцы. Сон переходит, когда наступает ночь. Мне снится природа, бабочки, мыши, коровки, сныли. И я с ними бегаю, прыгаю, играю. А когда меня начинают будить, я начинаю сердиться. Потому что я люблю еще поспать. Я могу проспать три лет, только если меня будут кормить. Сон – это мультик, который бывает только ночью. Там играют люди. И даже я, Кира, мамы, папы. И там бывают опасности, чудовищи. Но этот сон, кроме меня, никто не может увидеть. Потому что он сидит у меня в голове. А в чужой голове сидит другой сон. Я люблю, когда мне снится море, чати, где-то я там плаваю, с мамой закрываю. А мне не нравится, когда мне снятся зомби. Они во сне всех убивают и съедают. Когда я с открытыми глазами, я боюсь. А когда я с закрытыми глазами, я не боюсь. Я люблю спать. Ой, все любят спать. Да, сон – это круто. Особенно крепкий и здоровый сон. Продолжаем детскую страничку нашей программы. Сейчас советы, чем полезным занять вашего ребенка. Обратите внимание на мозаику. Это не только интересно, но и полезно для развития малыша. Тем более, что для мозаики используются оригинальные идеи. Развитие ребенка – важная тема для каждой любящей мамы. Но как сделать так, чтобы занятия с малышом не превратились в рутину, а были увлекательными и интересными? Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на простую, но очень полезную игру – мозаику. Ее роль в развитии ребенка трудно переоценить. Она развивает мелкую моторику, внимание, мышление и воображение. Предлагаем вам прекрасную идею для совместного творчества с детьми – мозаику из коктейльных трубочек. Итак, приступим. Для работы вам понадобятся коктейльные трубочки, пластилин и картонные шаблоны. Мы решили создать царевну лягушку и симпатичную стрекозу. Сначала нарезаем трубочки на маленькие кружочки, которые и будут составлять основу нашей мозаики. Вы можете играть с цветом и выбирать с ребенком тот, который ему больше по душе. Затем нам понадобится пластилин. Размяв его в руках, наносим на шаблон и равномерно распределяем по картону. Основа для мозаики готова. Теперь можно приступать к самому интересному. Выкладываем как мозаику нарезанные коктейльные трубочки и вдавливаем их в пластилин. Желательно делать это от края к центру. Не забудьте сделать глазки с помощью пластилина другого цвета. Осталось только вырезать корону, и наша царевна будет готова к поискам своего принца. То же самое проделайте с шаблоном стрекозы. Не забывайте в процессе творчества общаться с ребенком, вместе придумывая и разрабатывая сюжеты для будущей игры. Надеемся, что наши идеи подарят вам и вашему малышу много радостных творческих минут и помогут стать еще ближе друг к другу. Не, ну посмотри, это как просто, да? Немного фантазии, подручные средства, и ребенок доволен, и мама спокойная. Да, и что самое главное, это действительно занимает очень много времени. Здесь нужно проявлять прямо фантазию. Для ребенка это целый новый мир. Ну и для мамы. Я обязательно этим займусь на досуге со своим ценным вот такой мозаикой. Потом покажешь, хорошо? А вот героиня нашего следующего сюжета занимается мозаикой профессионально. И работы у нее получаются очень яркими и солнечными. Да и фамилия у нее такая же, Солнечная. Знакомьтесь, Анна Солнечная. Героиня нашего сюжета поразила меня не только удивительными произведениями, которые она создает, но и жизненными принципами, которыми руководствуется. Она, безусловно, счастливый человек. И фамилия у нее Солнечная. Так ее и зовут Анна Солнечная. А работает она в храме всех религий. Там находится мастерская, в которой она создает мозаику. Вот это место, оно меня делает счастливым. И я очень рада, что то, чем я занимаюсь, делает счастливым моих других друзей, людей. И я от этого счастлива даже. То, что я кому-то оказалась полезна. И вообще моя работа. Жаль, что камера не может передать ей красоты этой картины, выполненные из гальки и ракушек. Это булгары. На работу у Анны ушло 4 месяца. Я счастливый человек. Я вот каждое утро просыпаюсь и думаю, как же хорошо, что у меня есть любимая работа. У меня есть... У меня прекрасные родители. У меня растет прекрасный сын. И мне безумно повезло с моим свекром и свекровью. Отлично на меня с ними над отношениями. Это еще мои родители новые. Как бы такая другая сторона. И меня реально окружают только очень хорошие люди. Потому что, видимо, плохие отсеиваются как-то интуитивно. Анна делится своим мастерством с теми, кто хочет научиться всем азам мозаичного искусства. И сейчас у нее есть ученицы, которые вместе с ней делают вот такие шедевры. У нас в Казани нет школы мозаики. Вот. И для меня это прям огромное такое достижение, что я ее нашла, что я этим занимаюсь. Вот. И что самое главное, Аня не жадничает своими знаниями. Она нам все рассказывает, все дает, всем делится. Это тоже прям, ну, такой настоящий учитель. Сейчас Анна начала работать над иконой Божьей Матери. Выполнена она будет также из гальки. И в этом тоже есть особый смысл. Ее можно потрогать. Понимаете, вот если она уже будет готова, мы же обычно приходим там в храм, люди хотят как-то прикоснуться, а им запрещают это делать. А тут уже можно прям вот прям и погладить, ничего не будет. Вот. И это все затерется. И будет прям на века вот эта картина, которая будет служить, наверное, несколько тысяч лет. И это мне греет душу, потому что моя работа, получается, там, не умрет вместе со мной, а останется после меня. Кроме работы в мозаичной мастерской, Анна занимается дизайном. И это ей тоже очень нравится. В выборе деятельности в нашей героине есть главный критерий. Она должна приносить удовольствие. Тогда жизнь будет наполнена счастьем, считает Анна. Я нисколько не боюсь конкуренции. Я знаю, как долго она делается. Это не машина, которая штампует это все там за один день. Это реально творчество. А это дорого стоит. Туда вкладываешь душу. И я хочу это популяризировать. А как это сделать? Я считаю, что надо просто влюбить людей в это искусство тогда. Оно станет популярным. Поэтому я с удовольствием буду обучать абсолютно всех, кто этого захочет научиться. Счастьем обязательно нужно делиться с теми, кто появляется в нашей жизни. Будьте счастливы. Безумно красивая работа. И творческие люди, они украшают нашу жизнь. Да, вот смотришь на то, что сделано своими руками, действительно каким-то солнечным настроением заряжаешься. И это очень греет душу. Да. Ну а сейчас мы продолжаем анонсом программы на ТНВ на сегодня. Выбор большой, так что найти что-то для себя сможет каждый. Маша, Муся, что они хотят, Муся? Я не знаю. Я не знаю. Мама, мама. Расстрелять. Я волю, фигура, офицер. Мать Ростопченых погибает под Можайском. В лагере распределители Мусю от смерти спасает полковник Хипке. Вскоре девушка попадает в дом его соседа, ученого-антрополога, разрабатывающего теорию приоритетных рас. Я вернусь, смотрите, сегодня в 12.00. Вот кот. Который пугает и ловит синицу, Который часто ворует пшеницу, Который в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Он известен нам как автор стихотворения «Дом, который построил Джек» и других произведений для детей. Но мало кто знает, что он еще и блестящий переводчик и создатель одного из первых в России театров для юных зрителей. Самуил Маршак. «Рыцарь вечности». Сегодня в 13.15. Победный путь продолжается. Снова на выезде. Акбар сойдется в битве под пристальным взглядом фанатов трактора. Эту игру нельзя пропустить. Хоккей. Смотрите сегодня в 17.00. Поддерживать нашу команду – это, я думаю, такая уже сложившаяся традиция в нашей республике. Я вот это делал в каждом матче, когда мы играли с предыдущим соперником. Я сидел у экрана, и я думаю, это делали все. Давайте соберемся. Давайте соберемся и всей нашей республикой. Как поддержим нашу команду, чтобы выиграли в гостях, вышли, чтобы в Челябинске было нас слышно, чтобы вышли, выиграли, вышли в финал. А там уже совершенно легко поведен. Ну, глядя на тебя, я думаю, точно, сегодня все обязательно будут болеть за нашу команду. Ну что, друзья, сейчас реклама, она будет недолгой, обещаем. И впереди еще много интересного. Это 100%. Здравствуйте. В Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и районов. Особое внимание природоохранной службы в первые дни будут уделять несанкционированным свалкам и мусоркам. А всех автовладельцев предупреждают. Парковка в неположенных местах, в том числе на зеленых зонах, это наказуемое правонарушение. Что грозит за такую парковку, узнаем у эксперта. Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Доброе утро. В нашей юридической рубрике мы помогаем зрителям решать бытовые проблемы с точки зрения закона. Итак, весной природа преображается, но не везде, потому что зеленые насаждения гибнут под колесами автомобилей. Как сегодня обстоят дела со штрафами за парковку на зеленой зоне? За данное правонарушение налагается административный штраф. Для граждан он составляет от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Полномочиями контролировать соблюдение правил благоустройства города Казани и наказывать нарушителей наделены органы местного самоуправления, а именно административная комиссия по отдельным вопросам благоустройства. Ну и самое главное, как понять, что это зеленые зоны и здесь парковаться нельзя? Самое главное, на что необходимо обратить внимание, данными зонами являются земля, выделенная бордюром. Даже если на данном грунте нет каких-либо растений, она все же является зеленой зоной. Она обычно находится в придомовой территории. Спасибо, Руслан Емельевич. Будем надеяться, что благодаря вашим советам мой город будет красивее и казанцы обойдутся без штрафов. Мы продолжаем и переходим к красоте. Весной нашему организму приходится справляться с множеством проблем, что отражаются на состоянии и виде волос. Несомненно, наши волосы нуждаются в дополнительном питании из-за частого использования фена и длительного ношения головного убора в холода. Кроме того, весеннее витаминоз и негативное влияние холодного воздуха тоже делают свое дело. Волосы становятся слабыми и ломкими, быстрее путаются и растут гораздо медленнее. Помогут решить эти проблемы нехитрые, но действенные маски в домашних условиях. Вот один из рецептов. Записываем. Чтобы максимально поддержать волосы после долгой зимы и восстановить перед наступлением настоящей весны, необходимо постоянно насыщать их витаминами и полезными средствами. Несомненно, после зимы волосы требуют дополнительного ухода и питания. На помощь нам придут маски, изготовленные из подручных средств. Одна из самых простых, но очень действенных масок изготавливается очень просто. В желток добавляем столовую ложку сметаны, также ложку масла, можно оливковое, либо взять льняное масло. В данную маску я бы хотела добавить еще масло усмы. Масло усмы предотвращает выпадение и укрепляет луковицы волос. В яйце в изобилии содержатся лецитин и аминокислоты, которые по своим лечебным качествам практически универсальны. Оливковое масло – это источник ценных элементов. Оно богато полифенолами, жирными кислотами, фосфатидами, стеролами, а также другими биологически активными веществами. Белки, жиры и органические кислоты – основные составляющие сметаны и служат прекрасной альтернативой дорогостоящей косметике. Маску наносить нужно быстро, на корни и структуру волос, так как мы питаем и увлажняем и кожу головы, и волосы. Такие маски желательно делать один раз в неделю, в течение месяца. Затем нужно отдохнуть месяц и потом продолжить снова. После того, как мы равномерно нанесли маску, желательно одеть шапочку. Для этого подойдет шапочка для душа. Закрываем и держим 15-20 минут. Очень важно смывать маску теплой или прохладной даже водой. После использования такой маски необязательно использовать кондиционер либо еще какую-то другую маску. Достаточно смыть только шампунем. Несмотря на наличие в продаже большого количества различных средств для волос, маски, выполненные в домашних условиях, не содержат красителей и вредных веществ и при регулярном использовании помогут вашим волосам выглядеть роскошно. И еще немного полезной информации. Бискотти – так называется сухое итальянское печенье, известное еще со времен Римской империи. Лепешки, приправленные миндалем, после приготовления еще раз выпекали, чтобы удалить остатки влаги. Отсюда и название – бискотти, что значит «дважды запеченные». Строг годности такого лакомства был настолько большим, что философ Плини Старший писал, что они останутся съедобными на протяжении нескольких веков. Это же такое счастье для студентов. Да, проверять слова Плини мы не призываем, а вот попробовать испечь бискотти дома советуем. Лакомство получается отменным. Для приготовления бискотти вам понадобится 150 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, столько же разрыхлителя, 3 яйца, 320 граммов муки, 100 граммов миндаля, предварительно обжаренного на сухой сковородке, и 50 граммов шоколада, который нужно мелко порубить. У одного яйца нужно отделить желток. Белок добавить оставшиеся яйца, обычный и ванильный сахар, и взбейте в течение 2-3 минут. Взбейте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Затем добавьте миндаль с шоколадом. Готовое тесто должно быть плотным, поэтому при необходимости добавьте муки. Тесто разделите на две равные части и сформируйте батончики. Застелите противень бумагой для запекания, выложите на него батончики, которые сверху смажьте желтком яйца. Первое запекание длится 30 минут при температуре духовки 180 градусов. После этого батончики слегка остудите и разрежьте на ломти толщиной в 1,5-2 сантиметра. Их разложите на противень и отправьте для высушивания в духовку с той же температурой на 10 минут. Теперь ароматные бискотти готовы. Приятного аппетита! Приятного аппетита от соли. И я надеюсь, в один прекрасный день утром вот здесь на столе будет стоять бискотти. Я тоже надеюсь, приготовленные твоими руками. А ты знаешь, мне такой вопрос. А ты как используешь пену для бритья? По назначению его использую, то есть для чего надо, для того... А вот ты знаешь, не только для бритья можно эту пену использовать, еще и для творчества можно это использовать. Вот следующий сюжет пригодится не только мамочкам, но и папочкам. Наблюдай. Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об окружающем мире. Пена для бритья создает неповторимую базу для рисования и творчества в целом. Она позволяет растягивать и закручивать капли краски в причудливые завитушки и зигзаги, создавая очень красивые узоры. Наполните емкость пены для бритья. Разровняйте поверхность. Начинайте добавлять краски и рисовать ватными палочками или кисточками для рисования. Первые узоры самые удачные. Высокая емкость позволяет снимать верхний слой и продолжать творчество, а также поможет предотвратить пятна. Если же вы не планируете продолжительное занятие, то используйте плоскую поверхность, которая позволит значительно сократить расход пены для бритья. на основе пены красок также можно создать чудесные смывающиеся смеси для рисования в ванной. Возьмите небольшие емкости для смешивания. У нас это обычные одноразовые стаканчики. Наполните их пеной и добавьте краски. Хорошенько размешайте. Обязательно вовлекайте в процесс ребенка. Он будет в восторге. Использовать пену в качестве материала для творчества мы рекомендуем с детьми от двух лет. Но будьте внимательны. Если ваш ребенок любит пробовать все на вкус, тогда оставлять его без присмотра. Ни в коем случае нельзя. Занимайтесь с детьми. Позволяйте им творить. Экспериментируйте с материалами. И получайте массу удовольствия. Это такое интересное увлечение, что я сейчас, когда смотрел этот сюжет, не только я, наверное, все мужчины, которые смотрели, они видели, как заливают пеной вот эту коробку и думали, два года. Это же два года можно было этим пользоваться. Но хотя, с другой стороны, ребенка тоже можно, наверное, скорее всего, очень долго этим развлекать. Конечно. А вы уходите с такой бородой, но зато дети довольны. Все нормально. Довольные дети бардов и лесников. А мы продолжаем. Стартовали продажи билетов на 36-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нурьева, в рамках которого лучшие классические постановки Боя Дерка, Дон Кихот, Лебединое озеро, Шурале и юбилейный концерт 25-летию Казанского хореографического училища. Напомним, фестиваль имени Нурьева стартует 10 мая. А вот какие культурные события ждут нас сегодня. Камила Хакимулина расскажет о них подробнее. Всем привет! Сегодня 3 апреля и с вами, как всегда, Камила Хакимулина. Начнем нашу рубрику с отличного спектакля. Подробнее о нем вы узнаете через пару секунд. Ювенильное море. Среди трудящихся в мясо-совхозе выделяются лишь главные герои Николай и Надежда, не потерявшие желание понимать окружающую действительность и менять мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма. Они действительно вызывают сочувствие и переживание зрителей. Благотворительный концерт 1 плюс 1. В концертной программе примут участие Рамиль Закиров, Салават Игузелем, Артур Имарат, Лилия Хайрулина, Айгуль Рахимова, Мунир Рахмаев, Каю Казлар, Ильнас Гарипов, Сумбель Белалова, Регина Тимирбулатова и Камила Ахметова. Программа будет насыщенной и разноплановой. Не пропустите! Великолепный концерт ждет казанцев сегодня. А сейчас уделим время еще одной романтической комедии на татарском языке. Смотрим! Под музыку ветра. Как возникает любовь и где прячется настоящее чувство? На эти вопросы жизнь сама даст ответы. Не находя взаимности в любви, Ромай уходит в армию, чтобы доказать, что он способен на мужской поступок. Правда, служить герою приходится в штабе, но вот однажды и ему выпадает шанс совершить прыжок с парашютом, куда занесет его судьба под музыку ветра. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока! Спасибо большое, Камила. А мы продолжаем и завершим предсказания астрологов на этот вторник. Весам звезды не рекомендуют завязывать романтические знакомства, если ваше сердце пока не свободно от воспоминаний. Окунаясь в прошлое, вы не дадите развиваться новым событиям в верном направлении. Скорпиона предстоит работать на износ, подписывать бумаги и выкраивать время для решения личных проблем. Если у вас есть дети, то не оставляйте без внимания их учебу и интересы. Вечером возможно общение с лицемерной личностью. Будьте осторожны. Так, так, так. Гороскоп не рекомендует стрельцу говорить о том, что нужно держать в секрете. Даже если эмоции зашкаливаются, равно будьте сдержанны. Спокойно. Короче, знаешь, что произошло? Ладно. Потом расскажешь. Сила Козерога сегодня состоит в безупречном самобладании. Возможно, вас подобрет мудрые цитаты из книги «Совет друга», привычная система медитации, заранее продуманный план, обостренный инстинкт самосохранения. В общем, крепитесь. Водолеи, у вас от любимого человека ожидается сюрприз, а вот с родственниками будьте аккуратнее в словах. Многие высказывания бумерангом вернутся в вашу сторону. Молчаливое и сдержанное поведение сегодня станет для рыб самым разумным. Оно позволит им сберечь ресурсы, осознать тонкости ситуации, лучше разобраться в своих и чужих планах. Также оно поможет сберечь деньги, которые вы в любой момент готовы потратить под влиянием сиюминенового импульса. Ну, обо всем практически поговорили, кроме погоды. Весна пришла во всей красе. Лужи, сосульки, я не знаю, грязь. Да Нью-Йорк где ты, а у времени нет. Рассказывай. Привет, привет, ребят. Всем здравствуйте, доброе утро. Я, как обычно, с самого раннего утра рассказываю вам о погоде в Казани, но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет. Итак, начнем. Сегодня 3 апреля, а это значит, что конец зимним развлечениям. А это значит, что в последний раз можно выйти на улицу, чтобы прокатиться на санках и закончить зимние развлечения, подальше убрать свои санки. Но не стоит отчаиваться, потому что на смену зимним развлечениям приходят так называемые дворовые игры. Вот, например, особо смелые уже продолжают вовсю купаться. Ну, а мне лишь остается вам напомнить о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 4 градуса, а вечером будет чуть прохладней, плюс 2. Целый день будет облачно, но кому-то нравится облачная погода. Погода, вот, передают привет всем. Привет, друзья! Физкульт-привет всем передают. Пока-пока. Не болейте и грейте себя и своих близких. Пока-пока. Пока, Данилер. Да, можно погреться, купаясь, да, вот в воде, которая 4 градуса тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Завтра мы вас встретим вновь на телеканале Новый Век, расскажем много интересного и познакомимся с прекрасными людьми. С вами были Ассоль Махмедянова. И Рустам Каримулин. Хорошего вам дня сегодня. Проведите его с пользой. Всем пока. До завтра. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...